Любимая бабушка Ничем не снимались, судороги ничем не купируются, ничем не снимаются Начали обследовать, значит, генов за эпилепсию нет Начали искать обменные нарушения, тоже отрицательно нет Ни инфекции, ни ОРВИ, ни стресса у девочки в этот момент не было До этого в течение года Лиза жаловалась на частые головные боли Кратковременные эпилептические приступы с потерей сознания в первый год проходили раз в 3-4 дня Затем начались постоянные головные боли, ночью и ближе к утру Они сопровождались тошнотой и рвотой Появились заторможенность, сонливость, головокружение, неустойчивость при ходьбе, шаткость А позже и выраженный тремор рук У Лизы ухудшилось зрение, девочка стала раздражительной и плаксивой Я не бегаю, я не прыгаю, я хожу медленно Мне там дети иногда помогают Потому что, ну, как бы в школе были приступы И я пошла попроситься выйти в учитель и упала Это не так давно было? Перед всем классом, нет, это было в четвертом классе Состояние Лизы ухудшалось, болезнь прогрессировала Приступы проходили тяжело, с потерей сознания осенили конечности носогубный треугольник А с января 2015 года эпилепсия у Лизы перешла в статусную форму Приступы шли почти непрерывно, по нескольку в течение небольшого промежутка времени Это длилось почти год, дважды в месяц За 7-8 часов случалось до 17 приступов Девочка не приходила в себя до двух суток В случае, когда потеря сознания была длительной Лизу госпитализировали в реанимацию Краевой детской клинической больницы номер один Я только один раз приходила в сознание, когда у меня был приступ И то на пару минут Я помню, на кровати на этой Мой брат меня пытался удержать Эпистатусы у Лизы с ноября 2015 года происходили трижды в месяц, по двое суток Количество приступов увеличилось до 20 в сутки Рядом с ней постоянно находились мама или старший брат Часто вызывали скорую Девочка получала разные комбинации противосудорожных препаратов Лечащий врач подбирала разные сочетания и дозировки лекарств в различных комбинациях и отдельно Приступы не прекращались Но затем одно из них, файкомпа, в сочетании с суксилепом, дипакином, хроносфера и амепрозолом ощутимо повлияло на течение болезни Количество приступов с зафиксированных 20 уменьшилось до 12-14, а интервалы между ними увеличились Препарат очень дорогостоящий У нас файкомпа стоит 20 тысяч в месяц Винпад лакосомит стоит 11 тысяч в месяц Суксилеп стоит тоже 10 тысяч в месяц Ежемесячно суточная доза Девочки ежемесячно, вот около 40 тысяч Девочки ежемесячно нужно на препараты Чтобы лечить и обследовать дочи, как-то рассчитаться с многочисленными долгами и кредитами Мама Лизы продала квартиру Сейчас девочка, ее мама и старший брат живут вместе с бабушкой Большие суммы семья вкладывает и в обследование Лизы в Москве Где на период госпитализации мама вынуждена снимать жилье Мама имеет два высших образования, юридическое и экономическое Сейчас делает прически, плетет косы, потому что постоянно работать она не может Работает с свадебным стилистом Впервые за помощью в РУСФОНД мама Лизы обратилась в январе 2016 года Провели сбор средств и летом девочка получила необходимый препарат На правильно подобранной терапии приступов у Лизы нет уже более года, с августа 2016 Применение файкомпа и курса иммуноглобулинов положительно влияют на ее здоровье Сейчас девочке необходим еще один годичный курс, чтобы закрепить эффект лечения И тогда дальше при сохранении положительной динамики Лиза сможет обходиться без препарата Стоимость курса препаратов 289 912 рублей Для того, чтобы помочь, необходимо лишь отправить смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542 И тогда Лиза Брюханова будет радовать своих близких не только хорошими оценками, но и вновь будет дарить им улыбку Получается, у меня начинается уже жизнь Я поняла, что, наверное, все будет хорошо Я для себя думаю, что будет, то будет Тут уже хоть думай, хоть не думай, что будет, то будет Повезет, не повезет, как говорится Анна Бережная, новости на восьмом За организацию съемок благодарим Медицинский центр здоровья Субтитры создавал DimaTorzok